Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы изготавливали вот такую приманочку, которая является не зацепляйкой, специально была изготовлена для рыбалки в коряжнике. По просьбе моих друзей я сейчас изготовлю немножко другую, но с тем же самым принципом и для тех же тяжелых рыбалок, которые в закоряженных местах или же, допустим, где много травы, достаточно хорошо себя зарекомендовавшую. Принцип тот же самый, лепесток, вертлюжок, только единственное мы будем ставить с вами на коромысли. Значит, крючок я взял двойник с удлиненным цевьем, ну, насколько возможно его найти, допустим, у нас в магазинах. Что мы делаем дальше? Для более качественной рыбалки нам необходимо наше колечко немножечко вязать, мы будем с вами вот в таком положении. Значит, немножечко мне его приподнять, так, чтобы мы создали здесь килевую часть, и у нас находилась приманка как бы в процессе скольжения лодочкой. Как я уже неоднократно вам рассказывал и показывал, любой крючок можно подготовить, но скажу честно, ребята, для рыбалок вы уже подбирайте сами, если вы найдете подходящий крючок без вопросов. И можно использовать как вот зажигалку турбинка, ну, у меня имеется вот такая, то же самое, или же другие, какие у вас имеются горелочки. Что нам с вами необходимо? Мы должны сейчас хорошо-хорошо прогреть ту часть у колечка, которую мы должны с вами гнуть. Теперь в чем заключается смысл? Я зажимаю для того, чтобы у меня тепло не шло дальше, так как там часть закаленная. И крючок мой достаточно хорошо выдерживает поклевки, ну, очень-очень сильные. Были даже вот в таком варианте исполнения поимки сома. Поэтому я скажу вам сразу, что вы сильно не расстраивайтесь, потому что если нет возможности, можно спокойненько вот так, как я, как вы видите, нагреть хорошо только лишь, потому что проволока у нас достаточно толстая. Считайте нагреть ее так, чтобы она была достаточно красной. Ну, столько, я думаю, уже будет достаточно. И аккуратненько удерживаем вот в таком положении, начинаем подгибать, подводим к месту. И начинаем вот так немножечко подгибать. Вот, как вы видите, вот такого загиба, подгиба, будет вполне достаточно. Все будет зависеть у вас от вашего крючка, от тех, допустим, элементов, которые вот, если мы выгнем больше, у нас уже выйдет так, что поддел, то есть полезная площадь для подсекания рыбы уменьшается. Поэтому подберете для себя сами. Теперь, что самое главное. Я неоднократно уже вам показывал, и в своих фильмах мы это изготавливали. Я использую для изготовления своих приманок в качестве огрузки такой материал, как отходы вольфрамовых электродов. Вот у меня имеется вот такой уже отломанный кусочек, который мы должны с вами закрепить вот приблизительно в передней части нашего крючка. Для чего? У нас постоянно он будет идти этой частью вниз, и достаточно хорошо у нас будет балансировать приманку. То есть не будет у нас всех этих кручений, так как мы очень четко сместили центр тяжести. Теперь, я как обычно уже рассказывал и показывал вам в своих работах, использую клей вот такого качества. Это не реклама. Просто этот клей достаточно проверенный, и если у вас имеется другой, без вопросов. Достаточно крючок наш остыл. Я хорошо промазываю вот переднюю часть, где мы будем крепить нить. И желательно сразу более качественно произвести у колечка вот такую очень крепкую обмотку. Буквально 2, 3, 4, сколько вот у нас выйдет витков, чтобы более хорошо стянуть элементы нашего крючка. Закрепили. Теперь, чтобы хорошо лег мой грузик, я дальше не проматываю, а его просто вот так вот укладываю. Этого будет вполне достаточно. Кромка у него острая, поэтому, друзья мои, более аккуратненько надо вот так его здесь подхватить. Промотаем теперь сзади, добавим клей, и более качественно мы теперь все это закрепим. Вот мы с вами закрепили уже хорошо наш грузик. Ступеньки я не подравниваю, так как мы потом в процессе изготовления даббингом все эти неровности уберем. Скажу сразу, допустим, здесь та вот красота, которую хотелось бы нам достичь, она в зависимости от материалов будет выполнена. Но больших таких, допустим, претензий к тому, что она вот должна такая или такая, то есть она приблизительно должна иметь вот точку прицеливания, которую вот мы будем с вами использовать. я беру буквально щепоточку красного меха-писца. Все материалы должны быть более-более мягкие по сравнению, допустим, с тем, с чем вы можете найти. Может быть, крашеный кролик, может быть, любой материал, который достаточно хорошо себя ведет в воде. Буквально вот вот, если сжать, по величине выйдет, как наша ампулка. Под шерсток я не убираю, так как мы за счет толщины и наращивания нашего материала мы уберем вот эту ступеньку, которая у нас имеется. Прикладываем буквально вот так, чтобы можно было подхватить наш красный мех. Подхватили, дальше не усердствуем, потому что в дальнейшем креплении материала мы его хорошо подхватим. Но для выполнения работы нам еще понадобится хороший люрекс, который желательно, чтобы был плоский. Вот продаются всевозможные вот такие наборы, или же, допустим, как я вам показывал, других оттенков, других цветов. Желательно использовать плоский люрекс. Какой он у вас будет? Или же такой, или же вот такой. Все в наборах можно приобрести. Кристалл флеш, так как это у нас будет мех, нежелательно. В крыло еще возможно добавление, то здесь нежелательно. Будет не очень хорошо себя потом скручиваться. Поэтому я возьму буквально парочку волокон моего плоского люрекса и уже сейчас начну его добавлять. Так как мы приманку с вами изготавливаем. Да, и кстати, вот это тот момент, который я уже вам неоднократно показывал. Видите, люрекс долго где-то лежал или на складе, или же, допустим, в магазине, и уже начинает расслаиваться. Для этих работ у нас вполне достаточно использовать вот такой наш люрекс. но плоский. Пусть он распускается, не распускается. Кстати, можно использовать и в тех наборах, которые, допустим, вы можете приобрести в галантерейном магазине. Главное, чтобы он был плоским. И теперь основной элемент, который достаточно сложно для вас будет найти. Но если нет, желательно подобрать так, чтобы несколько был длиннее нашего красного меха, подобрать белый. Я возьму совсем небольшую вот такую щепоточку и также мы с вами не убираем подшерсток. Теперь уже я этим буду мехом, вот примеряем, насколько он имеет свой изгиб, поэтому я буду более тщательно подбирать, чтобы он у меня был в одну сторону направлен. Также небольшую щепоточку, это своего рода, как в воздушном змее, будет у нас стабилизатор, чтобы наша с вами мушка в данный момент вот такой хитрый стример не заваливался в какую-либо сторону. Она его будет удерживать. Поэтому прикладываем так, чтобы наш мех уже кончики сравнялись с нашим грузиком. И вот, как вы видите, мы уже достаточно подхватили материал, не нарушив полезную площадь для подсекания рыбы. И в то же время мы уже с вами его закрепили. Вот приблизительно такой длины нам будет вполне достаточно иметь хвостик, потому что другие элементы, те, которые у нас имеются, они нам мешать не будут. И опять мы возьмем небольшую щепоточку красного меха, приблизительно такую же, как брали в первый раз. Сильно не усердствуем. Как вы поняли из конструкции, мы изготавливаем так, чтобы у нас вот наше красное, красный мех наш находился все время снаружи, для того, чтобы можно было хорошо рыбе видеть. И так же, вот такими виточками спиральными подхватываем наш мех. Он у нас уже достаточно качественно. И вот вы видите, он так, так, в воде, естественно, он у нас подровняется, и проблем у нас уже никаких не будет возникать. И подходит теперь наш черед, для того, чтобы мы закрепили люрекс. Значит, люрекс, как это понятно, нашу щуку мы никогда не испугаем блестящими элементами. Но на эту приманку с таким же успехом ловится как судак, так и сом. Поэтому вы теперь для себя подберите величину и, допустим, расцветку. Так как у нас красные материалы достаточно хорошо присутствуют в качестве раздражителя, я всего лишь только возьму, добавлю вот с трех сторон, так, чтобы огибало мой мех, и по длине сразу-сразу подрезаем. Этого достаточно. Если, как я уже показывал, наш люрекс или мех нам мешает в работе, можно спокойно его промазать клеем, или, как я зачастую вот и делаю, использую вот такой клей-карандаш. Нам тогда это не мешает, и мы спокойненько работаем. Все, наша конструкция здесь готова. Добавим немножечко клея. Так как мех мы с вами накладывали разными частями, и нам необходимо с вами, для того, чтобы была еще небольшая привлекательность, можно делать, можно не делать. Я закреплю вот такой небольшой кусочек. Имеется вот в продажах у нас такие материалы, как вам будет видно. Поэтому я возьму совсем немножечко, подберете для себя, допустим, ту ширину, которая вам будет больше подходить по вашему телу. Если нет, можно спокойно промотать только одной леской. Или же взять кусочек медного провода, который мы тоже с вами его используем, но мы будем его для крепления пера использовать. И закрепим материалы. В качестве даббинга я буду использовать штапельную шерсть, я уже неоднократно вам показывал, которая продается в наборах разной пряжи. Оттенок и цвет, это я вам говорю уже подберите для себя сами. То есть я здесь в данный момент подбираю цвета более такие раздражительные. Теперь смотрите, как обычно я беру вот буквально вот так щепоточку и начинаю наш мех вытаскивать. Видите, у меня вышла вот такая довольно-таки симпатичная прядь. Прикладываю без клея, без ничего, так, чтобы она у меня коснулась и слегка закрепить ее на нашей нитке. Вот так. До первого касания и теперь, так как волокно наше штапельное, мы с вами можем уже скрутить любую веревочку даббинговую, какая нам будет нужна. Вот мы скрутили. Больше будем крутить, значит, будет больше. И теперь я здесь убираю, как вы видите, вот наш перепад закрепить. закроем, изготовим тело, не доходя до нашего окончания огрузки. перо. Мы с вами сделали вот такое тело, по возможности убрали все неровности ступеньки, промотали нашим голографическим флюоресцентным люрексом, который достаточно хорошо отражает. И я закрепил, как вы видите, буквально сразу за грузиком перо. перо подберете по величине бородок и по допустим длине соизмеримо со своим крючком. Теперь я должен выполнить здесь буквально в этом месте бородки. Мы не можем отгибать, мы их потом подровняем. Парочка выполняется оборотов у колечка. И теперь выберем для себя шаг, с которым мы промотаем так, как делаем вуллибагер или допустим другую перьевую с вами мушку или стример. Возьмем перодержатель. Главное, чтобы она эстетически вам нравилась. А вот что касается других элементов, это уже величина, цвет нужно подобрать согласно вашей рыбалке. И теперь мы берем нашу проволочку, которую мы с вами заранее закрепили. И уже аккуратно, очень-очень аккуратно, насколько будет позволять ваш профессионализм, стараемся теперь раздвигать бородки и как вы видите, мы двигаясь в обратном направлении, с вами закрепим вот таким перехлестным движением наше перо. Хищник его уничтожит очень быстро. здесь возьмем наш любимый инструмент, так, чтобы наше перо не заминалось, подровняем. И теперь уже доходя до нашего колечка не под прямым углом, а достаточно острым, мы должны с вами выйти к нашему колечку. Вот так здесь мы выполняем, вот так один, два, три, можно даже весь остаток смотать, лишним она не будет. И закрепим теперь наш материал. Как вы видите, хорошая лохматость нашей мушки, по возрастающей нашего пера. Самое главное теперь, друзья, очень осторожно, чтобы вы не повредили пальцы. Вот мы убрали, закрепим теперь хорошо материал, и мы с вами должны вот здесь подготовить хорошую ровную площадочку. Как вы видите, до колечка я достаточно сильно не подхожу. Что нам понадобится? Значит, как в этом варианте, я уже изготавливал это на овсетнике, я взял, выпрессовал, ну, с обыкновенной оцинкованного железа хорошего, вот такой величины лепесток. Как я уже неоднократно показывал, мы раскусим немножечко от кромку до отверстия и подберем вертлюжок. я подготовил конструкцию таким образом, чтобы у меня, как вы видите, мое коромысло смотрело вот так вверх. Ну, это спиннинберг, басбейт, все вот такие вот варианты изготовления. Почему именно так? Потому что если мы нам в процессе движения, как вы видите, наш лепесток будет все время подниматься вот так вверх. Если мы сделаем колечко ровно или вниз, у нас угол будет соответствовать месту крепления вот этой точки вертлюжка с колечком. А нам нежелательно, чтобы наш лепесток по каким-либо причинам все бывает водоросли или же допустим еще какая растительность, чтобы наш лепесток путался в траве и тем более с нашим хвостиком. Значит подберете для себя величину и все остальное сами проволочка используется от 0,5 до 0,7 можно и 0,35 главное, чтобы это была пружинная сталь и не ржавейка. В крайнем случае можно использовать другую, которая ржавеет, но там придется больше вам ухаживать. И подготовил вот такую площадочку для крепления моей проволоки. установим теперь у как вы видите нашего колечка. Следим за тем, чтобы наша проволочка стояла строго-строго вот так вверх. Закрепим и потом подогнем крючочек и с вами уже нашу мушку доведем до завершающего финиша. Понятное дело нитку мы перекрасим или же будем использовать черную и выйдет тогда наша головка черная. Если у вас есть желание используйте красную нить, то есть здесь уже не возбраняется. Давайте закончим. Вот друзья мои мы с вами закончили очередной стример для поимки хищника. Я немножечко нанес буквально капельки парочку лака. он должен хорошо впитаться и закрепить наш материал. Теперь мы с вами вытащим наш стример и посмотрим его без тисков чтобы вы уже обратили внимание на определенные элементы. Наш стример будет идти вот в таком положении. Как вы видите лепесток будет иметь достаточную длину для того чтобы не цепляться к нашему хвостику. И как вы видите само коромысло является у нас ролью отсекателя всех наших коряжек и всего остального. Если по каким-либо причинам у вас допустим будут холостые поклевки а они будут недостаточны можно вот так вот больше его выгнуть вполне достаточно и наш стример все время будет у вас в работе. Вот и все друзья мои достаточно просто как вы видите главное чтобы почти по центру выходил из крючочка из зажимов и наш очередной стример для поимки хищной рыбы готов. Благодарю вас за внимание до скорых встреч